Добрый вечер, друзья мои. Сегодня у нас в гостях необычный гость, но, по крайней мере, по-моему, лично я никогда с этим народным депутатом не общалась. И сегодня у меня будет первый такой опыт, знакомство. Да и вообще последнее время народный депутат Наталья Королевская бывает нечасто в эфирах. Сегодня она наш гость. Народный депутат Украины 8-го созыва. Родилась в городе Красный Луч Луганской области. Высшее образование получила в Восточно-Украинском государственном университете. Политическая карьера началась в 2002-м. Разрабатывала областные программы по вопросам экономического развития региона. Была членом Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины. С 2002 по 2014 год работала министром социальной политики Украины. В парламенте является членом Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения. Наталья Королевская. В программе Натальи Влащенко «Люди». Здравствуйте, Наталья Юрьевна. Здравствуйте. Ну вот действительно как-то вас, я помню период, когда вы были в бюте, и вас было очень много, вас считали лучшей подругой Юлией Тимошенко, вас считали ее такой партийной преемницей и так далее. Потом как-то в один миг все это просто развалилось. А почему, как вам кажется, сейчас, когда уже, знаете, большое медицинное расстояние, почему не получилась ваша карьера в бюте? Я очень уважаю Юлию Тимошенко. Я ей благодарна за тот политический университет, я бы сказала, который прошли вместе с ней. Так получилось не по моей воле. И это было решение на то время, когда Юлия Тимошенко была в тюрьме, а фракцию управлял Александр Турчинов. И это было его решение, чтобы вы покинули фракцию? Или как это было? В чем была суть конфликта? Почему Турчинов решил от вас избавиться? Я думаю, он лучше тут приведет аргументы. Мы больше с ним эту тему не обсуждали. Это было его решение. Ну какая-то же была причина. Сейчас уже, когда прошло много лет, и когда сам Турчинов покинул фракцию, можно ведь сказать, в чем была причина конфликта? Его не было конфликта. Ну как ничего не бывает просто так, Наталья? Поэтому, наверное, это было его решение, и он лучше всего о нем расскажет. Я благодарна лично Юлии Тимошенко. Вы тоже по какой-то причине хотите говорить, в чем был конфликт? У нас не было конфликта. У нас были разные взгляды на происходящий в то время процесс. Это было очень сложное, тяжелое время. Это время оппозиции, когда были разные элементы давления, и, возможно, были разные влияния. И такое решение для меня было крайне неожиданным. Я пришла на заседание фракции, и Александр Валентинович тогда озвучил это решение. Вы сегодня в парламенте Александра Валентиновича не встречаете, естественно, потому что он возглавляет Таранбо. А вот Юлию Владимировну вы, естественно, встречаете. Какие у вас сегодня отношения? Вежливые. Мы здороваемся. Здороваетесь и проходите мимо друг друга? Конечно. То есть вы не общаетесь, вы не разговариваете ни о чем, и у вас не осталось вот этих теплых отношений? Ведь вас же отправилась фракция Турчина, как вы говорите. Почему с Юлией Владимировной не осталось теплых отношений? Прошли годы. В тот момент она была в тюрьме, у нас не было возможности. А вы не приезжали в тюрьму ее провидывать? Я с ней встречалась, когда еще шел в судебные процессы, когда она находилась в судах. Мы приезжали в тюрьму, но в тот момент доступ был очень ограничен. А потом, просто после того, как вас убрали из фракции, вы перестали к Юлии ездить. Правильно я понимаю? К Юлии ездить было бесполезно. Кто даже приезжал тогда к ней? Был Власенко, Кожемякин, они были как доверенные лица, адвокаты. И, конечно, была семья, которая могла использовать то ограниченное время, когда могли ее посещать. Хорошо. У вас была возможность с ней переписываться, например? У вас была возможность с ней контактировать какими-то другими способами? Вы пытались с ней контактировать? Я считаю, это уже прошлое. Вы знаете, я почему вас так подробно об этом спрашиваю? Потому что вообще украинская политика – это довольно такая странная история. Когда там все дружбы и все близкие отношения, они строятся только на исключительно каких-то... Ну, в этом человеческом и в этом мало. В этом есть только прагматические истории, когда сегодня мы друзья, потому что мы вместе, а завтра мы никто, потому что мы больше... У нас нет больше политических или бизнес-интересов совместных. Поэтому мне, например, человеку, который просто живет жизнь, очень трудно понять, как можно сегодня с человеком обниматься, как можно с человеком дружить, как можно еще что-то. А завтра только потому, что вы начали работать в разных компаниях, например, или еще что-то, перестать с ним общаться. Когда было искренне? Тогда или сейчас, например? Вот о чем я вас спрашиваю. Знаете, еще, по-моему, Черчилль сказал, что в политике нет вечных союзников и нет вечных противников. Да, есть вечные интересы. И поэтому понятие дружбы, отношений... Для этого есть семья, для этого есть друзья по жизни, отношения, с которыми ты ценишь, и люди, которым ты всецело доверяешь. Это та твоя опора, та твоя защита, которая сопровождает тебя по жизни. В политике это больше партнерство. Хорошо, поменяем тему тогда. Вы были всегда в политике представителем Луганской области. Прежде чем я задам вопрос, я хочу такой очень короткий экскурс. Я очень редко бывала на востоке страны, но однажды у меня муж сдал в поездку, у него там были какие-то... он занимается бизнесом, у него были какие-то бизнес-интересы где-то рядом под Луганском. Я даже не помню, там, где вагонный завод, как называется этот городок. Меня поразило, насколько это было, я не знаю, за какое-то совсем небольшое количество лет до 2014 года, меня поразил уровень депрессивности. Это было, знаете, как в фильме «Сталкер». Сам вид этих мест, вид людей, которые там живут и так далее, и так далее. И ведь людей до этого уровня довели не пришельцы из космоса, не там, я не знаю, Ющенко, Кучма, Янукович, еще кто-то, а довели местные элиты, то, что называется. Местные элиты, которые... потому что... ведь Украина была одна страна, но когда вы приезжали там во Львов, в Ивано-Франковск, вы видели, ну, один вид, даже если в Еремчу заезжали, или в Трусковец, или еще куда-то. А когда вы приезжали на восток страны, особенно даже не в Донецкую, особенно в Луганскую область, там была особая такая, знаете, атмосфера депрессивности, которая во многом зависела от 90-х годов, этих элит, которые были в 90-х. Вот так долго я подвожу вот к какому вопросу. Чувствуете ли вы свою персональную вину, как представители этих элит, за то, что произошло на Востоке, за то, что произошло вообще в 14-м году? Знаете, в 90-х мне было 15 лет, поэтому меня сложно причислить к элитам в 90-х. В 90-х вам не было... 90-е это 10 лет, вам не могло быть все время 15 лет, да? Ну, от 15-ти до 25-ти лет, да, то есть это... О, до 25-ти. Ну, до 2000-ти. А в 25-ти вы были достаточно уже сиюзмичаком, я изучала вашу биографию. Ну, давайте начнем с другого. Вы давно были в селах Черниговской области? В селах чего? Ну, почему? Я бываю в селах центральной Украины довольно часто. Почему обязательно в Черниговской? Ну, так для примера, да. Да, бываю довольно часто. У меня родители живут в Житомире, я, например, вот их иногда вожу к их родственникам, потому что они уже пожилые люди, я вижу села рядом. Смотрите, я очень люблю свою малую родину. Я очень люблю и Луганск, и Донецк. И сегодня об этом, знаете, особенно больно говорить, потому что когда вот я два с половиной года там не была, ты не можешь поехать на могилы своих близких. Ты не можешь пройти по той родной улице, на которой ты вырос. Я 1 сентября всегда ездила в свою родную школу, которая меня вырастила, в которой я очень благодарна. И вот когда сегодня, это для тебя стало недоступным. И это страшно. Страшно сегодня встречать своих... Ну, страшнее тем, кто там остался, я вам скажу по секрету. Потому что у меня там есть друзья, и им очень страшно. Я тоже знаю, и людей, которые там остались. Но еще страшнее встречать здесь сегодня своих 45-летних друзей, которые потеряли все. Потеряли в один день, в одну минуту. Когда мы вывозили тысячи людей. Страшно из Славянска было вывозить под бомбежками инвалидов. Страшно заходить было в Славянск в первые дни освобождения и думать о том, как не наступить на мину. А еще страшнее, Наталья, я вам хочу сказать. Я, когда приехала в Святогорскую лавру, то там детки были, переселенцы. И нечаянно хлопнул кто-то дверью. В этот момент ребенок упал на пол, закрыл голову руками и спросил маму. Мама бомбят, нас не убьют. Вот это страшно. Страшно пережить эти моменты. И сегодня говорить о том, что как-то не так там жили, и как-то там люди были депрессивнее. Если сравнить город Донецк, город Киев, то еще вопрос, какой был красивее. И где люди и жили, и обеспеченнее, и больше зарабатывали. Вот давайте, вот смотрите. Поэтому я бы не делала бы здесь сегодня разделение качества людей между киевскими, львовскими и донецкими. Там тернопольскими и так далее. Я не делаю. Не вот такими трехметровыми буквами. Более того, всех считаю гражданами Украины. Но я просто говорю вам. И вопрос мне означал следующее. Были некие предпосылки жизни, которые, допустим, сделали эти регионы. разными совершенно. А эти предпосылки из 90-х годов ушли. Я не знаю, что вы имеете в виду. Разные, Наталья. Я проехала всю Украину. Сейчас вам расскажу, что такого разгола бандитизма, как был в Луганске, мало какие города Украины знали в 90-е. В 90-х возможно. Такого количества убийств, такого купленного милиции, всех этих ромков и так далее. Это было первое покушение, когда мне было 24 года. Вот видите, а вы говорите, что вам в 90-х было 15 лет, вы ничего про это не знаете. Нет, в 90-е. Я же вам сказала, в 90-х мне было... И вы, ваш брат, много об этом знаете. В 90-е мне было 15, да. А уже в 98-м, в 99-м мне уже было 24, да. Так вот, когда мне было 24, у меня было первое покушение. И чудом, каким-то там, знаете, как спасибо Господу Богу, да, что я осталась жива. И, конечно, страшные конца 90-х, середины 90-х были в Луганске и Донецке. Я думаю, что ситуация, навряд ли, была лучше в других областях. Я не готова об этом судить, потому что тогда я и не владела. Но то, что я могу сказать о 2000-х, таких уже более осознанных моих годах, то есть после 25-летия, когда мы все уже становимся и мудрее, и умнее, то, например, я не видела разницы между харьковчанами и луганчанами, между луганчанами и луганчанами. Уровень жизни, вы считаете, харьковчан и луганчан был? Уровень жизни во многом был выше и в Луганске, и в Донецке, потому что у шахтеров была хорошая зарплата на шахтах, у металлургов всегда была хорошая зарплата на металлургических предприятиях. И поэтому всегда уровень обеспечения и жизни непосредственно там он был выше, потому что это статистика, да, есть уровень зарплат, который получали люди. Например, в Черниговской области гораздо ниже был уровень зарплаты в той же Винницкой области, чем в Луганской или в Донецкой. Как вы считаете, почему, когда начались события 2014 года, ну, просто, знаете, у нас просто нет времени сейчас с вами дискутировать на эту тему, но вся эта, например, практика копанок, да, она говорит о том, что людям не сладко было в этих областях. И причем, ну, как многие журналисты пишут, вы имели непосредственное отношение к этой практике. Не правда ли? Неправда. Неправда? Неправда. То есть вы никогда в жизни не делали бизнес на этих копанках? Ну, знаете, об этом может рассуждать тот человек, который не знает, что такое копанка. Но копанка – это карьер, он может быть разных размеров, да? Но это карьер фактически, который… Вы видели когда-нибудь копанку? Нет, я не видела копанки. Я видела только на фотографиях. Я видела. Поэтому я никогда этим не занималась. И что, ну, а какое-то именно отношение к вам вопросу, скажите мне. Допустим, я не видела копанок. Хорошо, вот вы сейчас говорите о копанках, да? Да. А вот сейчас история с янтарной мафией, правда? Вот вы говорите, Восток плохо, потому что там копанки. А то, что сегодня творится в Житомирской области… А разве я сказала, что это хорошо? Ну вот, то есть это не имеет отношения к Востоку, да? Когда у людей появляется возможность прокормить свои семьи, и действительно такая же проблема, как в Житомире, как в Чернигове, как в Виннице, где закрылись крупные предприятия, где сегодня тотальная безработица, где люди не могут получить тот доход, который бы обеспечил благополучие их семьи, люди идут на те меры, чтобы найти возможность прокормить свою семью. Вы думаете, речь идет о благополучии? Возможность прокормить свою семью. И точно так же, как сегодня идут в Житомире и зарабатывают на янтарных, вот всех этих махинациях, да, и на том жутком беспределе, который происходит, так же точно шли на Востоке и зарабатывали на добычу угля нелегальных способов. И использование чудовищной бедности людей, хоть янтарная мафия, хоть мафия копанок, я думаю, что это просто использование того, когда огромное количество людей живет в таких ужасных условиях, когда они готовы на любой рабский труд. И зарабатывают на это не эти люди. Ну, потому что, когда вы имеете возможность заработать, другая возможность у вас есть, а не просто копать уголь в яме стоять, то вы тогда, конечно, этим будете сниматься. Безусловно. Это проблема бедности страны. То, что мы сегодня видим в целом по стране, это когда сегодня несчастные люди стоят и вынуждены в холод, в мороз, там, малые предприниматели стоять на рынках, да, и отмораживать себе ноги. Когда те вынуждены идти и там экспортировать этот лес Кругляк, о котором тоже идет страшная история. В каких условиях там добывают люди? И как проходит эта работа? Это страшно. Точно так же и там люди, которые могли чуть больше заработать, они шли работать на нелегальную работу. Если возвращаться в 2014 год, сейчас, конечно, есть, я понимаю, что есть люди, которые считают, что элита виновата, местные элиты, которые были на Востоке. Но есть, собственно говоря, много и видео, и всего остального, где понятно, что, ну, тот же, например, там, ваш хороший друг Ефремов призывает людей к неповиновению, которые стоят под русским флагом, да, и так далее. Как вы считаете, вообще, вот сам факт того, что люди, живя внутри страны, живя в Украине, я не знаю, там, призывают на помощь или еще как-то там другую страну, само по себе это достойно наказания очень серьезно? Само по себе это называется измена родине? Знаете, есть такие вещи, точки над которыми нарастает только время. Я уверена, что у нас еще будет возможность разобраться во всех деталях, в причинах, почему так произошло, откуда взялись где-то сначала несколько сотен людей, которые вышли на эти акции, потом несколько тысяч, а потом имеем то, что имеем. И сегодня здесь виноватых и ответственных не назовешь, потому что все намного сложнее и все намного-намного ответственнее. Конечно, все очень сложно, безусловно. Тут никакого нету, никакого сомнения. Но, знаете, как бы сложно все ни происходило, есть люди, которые бы никогда не встали под российский флаг. Этих людей большинство в стране. Безусловно. А есть люди, которые это сделали, и которые вот на том этапе, когда, знаете, пока не подтянулись, там, люди с той стороны границы и так далее. Скажите, вы Луганск, Донецк, читаете Украину? Конечно. Я считаю Украину. Да, и всегда буду считать. И сегодня, я считаю, вот мой долг, моя обязанность не сеять вражду, не назначать виноватых, своими высказываниями не пугать сегодня еще больше тех людей, которые остались там. И вы правильно сказали, что там сегодня людям живется намного тяжелее и сложнее. И многие не могут туда уехать. Наталья, каждый день общаюсь, у меня там, я вам еще раз говорю, чтобы эти люди чувствовали дружбу и понимание с нашими камерами. У меня там остались друзья, которым очень тяжело, но все-таки я считаю, что в таких случаях, когда погибли тысячи людей, ответственность должна носить персонально совершенно. Не люди виноваты, которые там были. Потому что на эти митинги местные практически не выходили. Они не выходили, они сидели все по домам. Так кто же тогда выходил? Единственное в чем... Кого наказывать будем? Кто выходил? Скажите, Наталья. Сейчас вам скажу. Они сидели все по домам. Единственное в чем они сейчас себя все упрекают, что они такие не вышли тогда и не разогнали кучку негодяев. И люди просили тогда разобраться. Но я вам еще раз говорю, эти видео, они же все сохранились. Гугл знает все. На этих видео представители стоят местные элиты. Из облсоветов, опять же повторяю, господин Ефремов и так далее. Я считаю, что здесь правоохранительные органы обязаны разобраться. Вот они обязаны разобраться комплексно в этой ситуации. Но сегодня я против того, чтобы мы хоть какие-то негативные сигналы посылали тем людям, кто остался там. Их и так лишили пенсии. Над ними страшно издеваются, когда они едут через блокпосты. Этих людей унижают нам и оскорбляют. И вот вы правильно сказали, что очень много людей погибло. Погибло около двух тысяч мирных людей. К ним в дом пришла война. Я проехала всю серую зону. Есть ли у вас сегодня? Можно я закончу? Проехала всю серую зону. Марьинку, Красногоровку. Мы доехали до Широкина. Мы были Золотое, Станица. То есть мы проехали по всей этой территории. Это ясно, конечно. Нет, вопрос не просто тяжело и плохо. Это не просто эмоция, что ах, как тяжело. Да, два мира и два образа жизни. Сегодня в Киеве, где рестораны, бары, концерты, Евровидение собираются проводить. И там сегодня. Я 8 марта приехала в Марьинку. И вот 8 марта мы как раз попали в подвал, потому что начали бомбежку. Я была удивлена тем женщинам, которые открыли шампанское, достали коробку конфет. И там в подвале с улыбкой и с верой в свою страну, с верой в будущее, отмечали 8 марта. Так вот я к чему это веду? К ответственности, в первую очередь, власти и государства. Потому что за два с половиной года не принят закон о статусе мирного жителя, пострадавшего в результате войны. За два с половиной года семьи, которые потеряли близких. Я говорю, а более двух тысяч человек мирных погибло. Мирные жители, которые стали инвалидами. Кто попал в больницу? Вот буквально только вчера обстреляли Марьинку, обстреляли школу. Люди опять попали в больницы. У них нет никакого права. Это все идет как вроде бы бытовая травма. То есть государство не предоставило этим людям никакой помощи и поддержки. Вот это справедливо или нет? Государство, Наталья Юрьевна, это же все мы. Нет, в первую очередь, это задача коалиции в парламенте. Мы написали для них закон. Мы собрали женщин Марьинки, Красногоровки, Золотое, Луганское, Донецкое, контролируемых частей. Женщин. И вместе с ними написали закон о статусе мирного жителя. Его зарегистрировали в парламенте. Я обратилась ко всем фракциям. Говорю, готова даже свою фамилию там не ставить. Но давайте сегодня признаем, что у нас в стране есть эти люди. И мы обязаны сегодня поддержать и защитить их. Есть ли у вас бизнес на оккупированных территориях? У меня нет бизнеса. Ну, потому что я вчера, когда готовилась к интервью, я читала там различные материалы, которые связаны с вами. И часть журналистов, и часть сайтов пишут о том, что у вас есть бизнес, который принадлежит вам, который принадлежит Юрию Ванющенко, бывшему вашему коллеге. То есть есть какие-то там, так сказать, углеобогатительные фабрики, которые в офшорах у вас спрятаны за офшорами. Юрий Ванющенко никогда не был моим коллегой. Ну, он вместе с вами был, так сказать, в парламенте. Он был народным депутатом, и вы были народным депутатом. Ну, может быть, я его даже не видела. Как это вы его не видели? Он же был народным депутатом, вы что не знаете об этом? Ну, вы сейчас напомнили, да. По-моему, он был, но я его никогда не видела в парламенте, так как я не была членом партии региона, поэтому я его так не встречала. Хотя сегодня я уже считаю, это больше, знаете... Но Луганский хладокомбинат принадлежит вам? Нет. У меня нет бизнеса на той территории, на этой территории. Я давно вышла из бизнеса. Хорошо. Сегодня, как вы видите, вы сегодня входите в оппозиционный блок, правильно? Ну, такое достаточно... Я знаю многих ваших коллег, я с ними разговариваю, они все еще разные. Такое впечатление, что блок собирали достаточно быстро и торопливо, он имеет два центра. Вы себя к какому центру относите? К центру, которому мы условно назовем Ринат Ахметов, или которому мы условно назовем Дмитрий Фирташ и Левочкин? Знаете, это все было действительно очень спонтанно, потому что в то время уже такие разные были абсолютно настроения. Я планировала идти по мажоритарной кампании, избираться в парламент. И сама идея создать блок, как площадку людей, которые действительно сегодня хотят мира этой стране. У нас были разные, у каждого из нас. Это вы еще реально что-то говорите? Абсолютно. Но половина оппозиционного блока не ходит в парламент и никогда не ходила. Например, господин Гейлер, по-моему... Он никогда не входил в оппозиционный блока. А, это он входит в волю народа. Да, у вас там тоже есть достаточно много людей, которые вообще, допустим, Добкин, да, ваш? Ну, у нас, конечно, почему не появляется. Его брат, ну, очень редко. Ну, очень редко. Ну, Михаил Добкин прогулял 7, даже больше, 70% заседаний. Вы сейчас за всех говорите, что они хотели светлого будущего все прекратить, а плохое прекратить и хорошее начать. Но они так и не начали ходить в парламент все. Что они хотели прекратить? Оппозиционный блока – это, в первую очередь, команда людей, которые объединили свои усилия. Кого считаете членом своей команды из оппозиционного блока? Команда людей – это и Левочкин, и Колесников, и Бойко, и Вилкул, и я. Это люди, которые объединились вместе в тот сложный момент, когда каждый из нас, это и Вадим Новинский, когда каждый из нас мог пройти сам в парламент, выиграв мажоритарку, а мог, объединив усилия, сделать все, чтобы победила одна команда. Потому что это был очень важный сигнал. Что мы должны делать в эти два года? Очень важный сигнал для людей, показать, что у них тоже есть возможность защищать свои права. За эти два года… За даже больше уже, чем за два года. Работы в этом парламенте… Вы знаете, мы подали около 11 обращений в Конституционный суд, потому что Конституция, нынешняя коалиция в парламенте была нарушена около 50 раз. За это время мы обратились более 25 обращений в хозяйственные суды сделали и написали около 50 законопроектов. Но самое важное, что мы сделали. Мы объединили сегодня команду профессионалов, экспертов, активистов, гражданских деятелей. Написали стратегию социально-экономического развития страны. Это вот та дорожная карта, к которой мы должны идти. Но для этого же не обязательно было в парламент приходить. Стратегию можно написать, ведь политикой можно заниматься и вне парламента. Парламент – это непосредственная площадка, где можно влиять на ход событий. А если мы находим… А писать документы можно и вне парламента. Поэтому я спрашиваю, что реально удалось сделать. Ну, потому что есть у него правительство. Оно вроде есть, а вроде его и нет. Оно ни на что не влияет. Это 50 законопроектов, которые сегодня готовы, зарегистрированы в парламенте. К этим законопроектам есть понятное… Что сегодня происходит? В чем проблема? Вот собрали новый парламент. И там принимают какие-то законы. Потом их отменяют. Потом понимают, что сделали ошибку, приняли их неправильно. Принимают там бюджет, где одна минимальная зарплата. Через три дня меняют минимальная зарплата. То есть идет хаос. Когда у людей нет плана и стратегии развития государства, нет цели. Сегодня страдает каждый человек в нашей стране. Но каждый хочет понимать, я сегодня страдаю. Ради чего? Что завтра мы увидим? Что мы завтра получим? Сегодня уникальный шанс и украинского парламента, и у всей Украины. Как вы использовали свой уникальный шанс? Это объединить все возможности для того, чтобы реализовать единый мирный план. Вы ищите объединение с кем-то? Мы готовы объединиться с кем угодно. Если цель объединения будет мир в нашей стране. Кто реально может быть партнер для вас в парламенте сегодня? С кем вы вели такие переговоры? Мы готовы вести переговоры с любой политической силой, если цель этой политической силы будет мир в Украине. Сегодня мы видим партии войны. Дискуссия идет. Нужно Минск реализовывать или не нужно? Нужно принимать законы или не нужно? О чем идет дискуссия? О том, что давайте продолжим войну, или мы будем думать, что за нас примет это решение французский парламент, английский парламент. Или кто-то за нас примет это решение. Украина и украинский парламент должны взять на себя ответственность. Не бегать, не прыгать, не оскорблять друг друга. Они должны брать на себя ответственность. Если у кого-то есть другой план, который признан в мире, который поддерживает сегодня Европа, давайте сядем и изучим другой план. Если нет другого плана, то критиковать, уходить в сторону. Сегодня же нет украинского парламента в регулировании минской ситуации. Сегодня мы делаем вид, что у нас тут же мир в парламенте. А на самом деле в стране идет война. Так вот нельзя прятать голову в песок, когда такие проблемы в стране. И вот сегодня есть еще шанс украинских политиков объединиться ради мира и прекратить заниматься идиотизмом в украинском парламенте. Но вы же из Луганска, правильно? Я там родилась. Минские переговоры превращают оккупированную часть Луганской и Донецкой области в серую зону с незакрытой границей. У вас есть другой вариант? Слушайте, но если нет варианта, кроме как прыгнуть с девятого этажа, то не надо прыгать. То не надо прыгать. Надо подумать, как сделать так, чтобы остаться в живых. Понимаете? Ну два с половиной года. Не нужно ратифицировать. Два с половиной года. Другого же плана нет. Значит нужно иметь другой план. Значит, если нет другого плана, если этот план ратифицирован украиной. Так давайте самоубьемся? Нет, но его же подписала Украина. Мы же его приняли. Вы должны быть первыми против этого. Вы должны быть первыми против этого, потому что вы превращаете свою родину в серую зону с открытой границей. Я должна сделать все, чтобы сегодня в стране перестали убивать людей. Вот это я должна сделать, чтобы мирные люди сегодня больше не умирали. Серая зона и мирная зона, да, вообще разные вещи. Мы должны сделать все возможное от нас. И вот для этого сегодня женщины по всей стране объединяются. Женщины пишут свой мирный план, и мы готовы его представить. И уже там более тысячи инициатив. Мы проехали почти все области Украины, сегодня везде созданы инициативные группы. Сто тысяч женщин по всей стране подписали декларацию о мире. Потому что для меня, например, я уверена, что мир, он начинается у нас в голове. Вот в парламенте, в голове война. Это парламент войны. А мир, он начинается в голове, в семье, в доме, на улице, в городе. Это понятно все, но это общие слова, понимаете. А говорить о мире, сидя в Киеве, и рассказывать, какой план лучше там, на войне, так вот я вам могу сказать одно. Люди просят одного, чтобы перестали стрелять. Вот об этом просят люди. Чтобы не в подвалах сегодня растить детей. Чтобы не бежать там, где ты сделал все. У вас есть ко мне вопрос, Наталья Юрьевна? Потому что уже все, уже финал. Что вы готовы сделать для мира, Наталья? Я, знаете, я принадлежу к партии профессионалов. И я всегда говорила, что если бы у нас занимались не политикой, экономикой и так далее, профессионально, ничего того, что произошло, не происходило бы. Я вам аплодирую, это прекрасное решение. Поэтому я не иду в политику, а поэтому я занимаюсь своей работой. Я готова для нее, и, собственно, делаю. Я выезжаю в 7 часов утра, и приезжаю, думаю, в час ночи. Потому что я очень много работаю. И это максимум, что я могу сделать для своей стороны. Ну, и постараюсь это делать максимально честно. Вы знаете, очень правильно сказали, что политикой должны заниматься профессионалы. Безусловно, безусловно, конечно. Спасибо большое за разговор. Что же, друзья мои, знаете, истина, наверное, ищется не в поддакивании друг к другу, а истина ищется в том, чтобы найти способ объединиться и выжить людям очень разным. И ответственность, я всегда говорю об этом, и всем своим друзьям, и всем своим коллегам, она всегда носит персональные, она всегда имеет имя, фамилию и отчество. Я обращаюсь с вами, как обычно, и говорю вам то, что говорю всегда. Засыпайте спокойно, просыпайтесь счастливыми. Никто за нас не сделает нам нашу страну, только мы сами, лично. Нет этих людей, которые придут и сделают нас счастливыми. Нет, только мы сами. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова